Ученики распределены на несколько потоков. Обязательный замер температуры, санитайзеры буквально на каждом углу. В Видновской школе номер 10 серьезный подход в период пандемии. Сегодня здесь гости – сотрудники проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Они приехали, чтобы проверить качество горячего питания и выполнение всех санитарных норм. С этого года для детей младших классов у нас бесплатное, абсолютно бесплатное питание в школах организовано. И мы по всей Московской области ездим, смотрим, не нарушается ли меню. Всего в Ленинском городском округе стали получать горячие завтраки более 12,5 тысяч школьников начальных классов. Этот проект запущен недавно, с сентября, но все отлажено и работает как часы. Продукты качественные, а блюда полезные и, самое главное, всегда свежие. Это не организованы на аутсорсинге или готовятся? Да, готовим здесь. Чтобы в школьной столовой было так же вкусно, как у мамы или даже у бабушки, строго соблюдаются рецептуры и все необходимые нормативы. Все согласно СанПин, 65 градусов температура, то есть все горячее, все подогревается. Помимо бесплатных завтраков для учащихся первых-четвертых классов, в школе предусмотрено питание и для льготных категорий. Меры поддержки большие, большая льготная категория. Все эти дети, если это начальная школа, завтраки бесплатно, обеды бесплатно для льготных категорий. А для старшей школы, для льготных категорий, обеды и завтраки тоже бесплатно. Ну и ценовая политика, она все-таки не бьет по карману родителей. То есть обед 82 рубля. Пришло время заглянуть в меню. Представленные блюда наверняка порадуют маленьких гурманов и придадут им силы на весь день. Меню единое по всей Московской области и разработано на 10 дней. Сегодня ребят ждут вкуснейший омлет, горошек, яблоко и ароматный какао. Настоящий вкус детства. А вот действительно ли все вкусно и полезно, самый важный и честный ответ можно получить от самих учеников. Спасибо! На здоровье! Ребята, а каждый день завтрак такой же вкусный? Да! Всегда нравится? Да! Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.